«Врата рая открыты, а врата ада закрыты». Означает ли это, что мы попадем в рай, если нам суждено будет умереть в этот благословенный месяц? Согласно хадису, приведенному в Муснаде Ахмада во втором томе на 230-й странице под номером 7148, который также приводится в Суннане Ан-Насаи в пятой главе под номером 2106, пророк, алейхиссалату вассалям, обратился к людям и сказал, «Благословенный месяц Рамадан – это великая удача, и Аллах велел вам поститься в этот месяц». Врата рая в этот месяц будут открыты, в то время как врата ада будут закрыты, и дьяволы будут закованы в цепи. В этом месяце есть ночь предопределения, которая лучше тысячи месяцев, и человек, лишенный блага в этом благословенном месяце, поистине является лишенным. И тут снова логичный ответ. Если райские врата открыты, а врата ада закрыты, то всякий, кого в этот месяц постигнет смерть, попадет в рай, поскольку врата рая открыты, а врата ада заперты. Означает ли это, что если даже не мусульманин умрет в этот месяц, то он тоже попадет в рай? Отвечая на этот вопрос, следует понимать, что когда Аллах говорит, что в этот месяц Рамадан врата рая открыты, то это означает, что врата рая ждут, чтобы мы зашли в рай. То есть даже если вы совершите незначительный благой поступок, то Аллах приумножит за него награду. Пророк сказал, что награда за каждое благое деяние будет приумножена в десять раз. И в этот месяц очень легко попасть в рай. Когда пророк говорил, что врата ада будут закрыты, он имел в виду, что попасть в ад в этот месяц очень сложно. Спрашивается, почему? Потому что уровень богобоязненности, то есть такуа, растет, и шанс совершения нами грехов уменьшается. Более того, если вы соблюдаете пост весь месяц Рамадан, надеясь на награду от Аллаха, то все ваши предыдущие грехи будут прощены. Ведь если человек постится на протяжении всего месяца Рамадан с надеждой получить награду от Аллаха, то все его грехи будут полностью прощены. Ну а если все предыдущие грехи прощены, то шансов ему попасть в ад просто нет. Однако следует учитывать, что критерием для того, чтобы врата рая были открыты, а врата ада были закрыты, служит соблюдение нами обязательного поста. Более того, чтобы попасть в рай, нам понадобится так называемый билет. Об этом билете в рай упомянуто в Коране, в суре Аль-Аср, с первого по третий аят, где Аллах говорит, «Клянусь предвечерним временем, воистину каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение». Имам Аш-Шафии сказал, что если бы в Коране была неспослана только эта сура, то ее одной было бы достаточно для спасения всего человечества. Настолько велико ее значение. Ее еще называют формулой спасения. Таким образом, каждому человеку необходимо отвечать четырем основным критериям для того, чтобы войти в рай. Первый – это иман, то есть вера. Второе – это праведные деяния. Третий – это наставление друг друга на истину. И четвертый – это призыв друг друга к проявлению терпения и сдержанности. Поэтому нам следует понимать, что если врата рая открыты, то это еще не значит, что мы можем в них войти. Нам необходимо предъявить билет. А билет – это иман. Билет – это праведные деяния, наставление друг друга на истину и призыв друг друга к терпению и сдержанности. А получить этот билет в месяц Рамадан очень просто, поскольку в месяц Рамадан увеличивается иман. Более того, награды за праведные поступки приумножаются. Поэтому и просто. Вы призываете людей к истине, уровень вашего терпения растет. Следовательно, этот хадис дает нам понять о необходимости соответствия причисленным критериям. И тогда, иншаллах, мы войдем в рай и избежим ада. Следовательно, это не значит, что все люди, умершие в Рамадан, попадут в рай. Конечно же, нет сомнений, что неверные, у которых нет никакого имана, не войдут в дженна. Чтобы войти в рай, необходимо иметь при себе билет. А что это за билет, нам подсказывает сура Аль-Аср. Более того, обратите внимание на хадис, ведь в нем говорится, что только если мы будем соблюдать пост в Рамадан, то есть следовать всем правилам и требованиям, и воздерживаться от запретного, то только тогда врата рая будут открыты, а врата ада закрыты. Также в этом хадисе говорится, что в этом месяце есть ночь, «Ла-Иля-Туль-Кадр», которая лучше тысячи месяцев, что указывает на то, что если вы поклоняетесь и молитесь Аллаху Святу на Велик в эту ночь, то это будет эквивалентно более тысячи месяцев, что равно более восьмидесяти годам. Представьте себе, за одну только ночь у вас есть шанс получить награду большую, чем за всю свою жизнь, если учесть, что средняя продолжительность жизни человека составляет шестьдесят лет. Одна ночь величия, «Ла-Иля-Туль-Кадр», лучше, чем тысячи месяцев. Это больше восьмидесяти лет, больше средней продолжительности жизни человека. Шансы попасть в рай очень высоки. И концовка хадиса, в котором говорится, что человек, упустивший все эти блага, поистине является лишенным. Следовательно, не каждый войдет в рай. И не для всех врата рая будут открытыми. В концовке этого хадиса заложен очень важный смысл, поскольку, согласно ему, всякий, кто упустил блага в этом благословенном месяце, поистине является лишенным. Нам, как мусульманам, следует понимать, что если мы не извлекаем для себя пользы в месяц Рамадан и лишаем этим самым себя рая, то мы поистине становимся лишенными. Что касается и немусульман, которые действительно являются лишенными.